Фонд первого президента Республики Казахстан, лидера нации и Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия выступили организаторами Третьей международной научной конференции молодых ученых и студентов «Перспективы развития биологии, медицины и формации» в городе Шимкен. Участники Третьей международной научной конференции обсудили наиболее актуальные направления современных исследований, а также наметили пути их дальнейшего развития. Мы заинтересованы прежде всего в области становления контактов, научных контактов с представителями научного сообщества Казахстана, прежде всего в области молекулярной биологии и генетики. Мы этому придаем большое значение. И, конечно, сейчас, в настоящее время, очень важным является интеграция на территориях наших стран, подготовка совместных проектов перспективных и, конечно же, подготовка каких-то совместных исследований и работа по обучению кадров. Сегодня более 20 болезней человека связаны с аномалиями формирования пространственной структуры белков, что приводит к образованию амилоидов – агрегатов фибриллярной структуры, состоящих из растворимых в норме клеточных белков. Такие заболевания называют амилоидными или амилоидозами. Из амилоидозов наиболее известны болезни Альцгеймера и Паркинсона, весьма распространенные среди пожилого населения развитых стран. Значительное количество данных указывает на то, что к амилоидозам относятся и прионные заболевания. Антон Нижников, член Вавиловского общества генетиков, совместно с коллегами разработали метод, по которому можно легко обнаружить амилоиды. Исследования посвящены разработке методов для того, чтобы можно было легко искать эти амилоиды у различных организмов, начиная от бактерий до человека. Сейчас с нами разработан такой метод, и мы занимаемся, основная наша задача – это, скажем так, кортирование амилоидов у самых разных организмов, для того, чтобы впоследствии можно было оценить их функциональную значимость и их патологическую значимость. В ближайшие пять лет в системе здравоохранения Казахстана произойдут кардинальные изменения. В следующем году заканчивается действие госпрограммы «Саламат и Казахстан», на что правительство совместно с ведущими учеными страны разработали программу «Ден Салук» на 2016-2020 годы. Медицинское образование будет совершенствоваться, то есть будет дальнейшее совершенствование медицинского образования. И по принципу, особенно это касается медицинского образования, и будет в направлении двигаться врач, затем педагог и ученые. Это три единства разных уровней нашей медицинской специализации. Поэтому я думаю, что очень важно проведение таких конференций для воспитания новых ученых. Будущее развитие биологии и формации, медицинские инновации от теории к практике. Вопросы данного направления были подняты на коммуникационной площадке G-Global. Отметим, в работе конференции приняли участие молодые ученые из пяти стран мира. Анна Шелгина, Батру Розбеков, Жадзира Ликерова, ОНК «Стыках парад». Анна Шелгина, Батру Розбеков, Жадзира Ликерова, ОНК «Стыках парад». Анна Шелгина, Батру Розбеков, Жадзира Ликерова, ОНК «Стыках парад».